Реутовский изобретариум Экскурсию по технопарку для депутата провели директор изобретариума Наталья Кива, глава Реутова Станислав Катаров и начальник управления образования Иван Гетман. Инноваторы образовательного учреждения презентовали народному избраннику новую образовательную платформу, которая во время пандемии коронавируса стала особенно популярной. Сейчас по Московской области мы привлекаем к сотрудничеству все организации, по моему строению с удовольствием. Портал называется Трекхантер, то есть по сути поиск вот этих талантливых молодежи и уже заведомо его привлечение работодателям. Хорошая архитектура такая портал, да? Новая, свежая, модная. Новая онлайн-платформа дает широкие возможности для обучения. Сперва на сайте ghunter.ru школьнику нужно создать личный кабинет и пройти тест на профориентацию, который был разработан под руководством психологов. Затем ребенку будут предложены различные обучающие курсы. По сути, эта умная система подбирает старшекласснику будущую профессию и выстраивает его индивидуальный маршрут развития. Кроме того, на сайте автоматически создается цифровое портфолио школьника, которое может отслеживать работодатель. Новый портал и современные тенденции в дополнительном образовании по достоинству оценил депутат Госдумы РФ Денис Кравченко. Сегодня жители Реутово, молодые люди, школьники имеют возможность полной самореализации в качестве себя, полной самореализации как в сфере научно-технического творчества, так и в сфере чисто изобретательской деятельности. Здесь собраны ряд интересных передовых компетенций и технологий, которые действительно актуальны. И еще недавно мы их называли технологиями будущего. Также депутат познакомился с современными технологиями веб-виар. В шлеме виртуальной реальности посетил VR-урок и побывал на ферме 3D-печати. Напомним, что данную виртуальную образовательную платформу разработали тоже в Реутовском технопарке изобретариум, чтобы жители Подмосковья могли получать дополнительное образование дистанционно. Для нас очень важно, чтобы наши дети, наше будущее, они обучались дополнительным программам и понимали, что будет дальше. Куда они могут применить свои знания, кем они смогут стать с этими знаниями. Мы хотим, чтобы им было интересно и чтобы они обучались на самом передовом оборудовании, которое на сегодняшний момент есть. Мы уделяем принципиально важное внимание образованию, потому что то, как и то, кем станут наши дети, от этого зависит будущее и нашего города, и нашего Подмосковья, и нашей страны. После изобретариума депутат Госдумы Денис Кравченко вместе с городоначальником Станиславом Катаровым встретились с реутовскими добровольцами. Обсудили работу волонтерского штаба во время пандемии коронавируса. У нас также штаб по количеству остался тот же, но при этом люди, которые работают или учатся, помогают в свободное время. То есть на основной костяк ложится в основном выписка льготных лекарств, которых достаточно много, покупка продуктов. Сейчас в волонтерском штабе Реутова трудится больше ста человек. В конце встречи с добровольцами народный избранник Денис Кравченко передал им средства индивидуальной защиты, чтобы ни один активист, оказывая безвозмездную помощь горожанам, не заразился коронавирусной инфекцией.